Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цеку-бесед о послании святого апостола Павла Гаватам. И сегодня мы говорим о второй главе. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим, сварнавую, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим богоествование, проповедуемое мною, язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся уже братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина богоествования сохранилась у вас. Апостол рассказывает о том, как через 14 лет после первого своего посещения Иерусалима, общения с Петром, он со своими сотрудниками посетил Иерусалим и предложил там особо знаменитейшим богоествование, проповедуемое мною, язычником. То есть, особо знаменитейшие это апостолы, которые принадлежали группе 12, пользовались высочайшим авторитетом, и апостол рассказал им о том, что он проповедует язычникам, не напрасно ли он подвязался и подвязается, то есть, находится ли его боговестие в согласии с церковью. И, очевидно, апостолы это одобрили, а не Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. То есть, обрезание это был знак принадлежности к избранному Божьему народу, и для того, чтобы язычнику Эллину стать иудеем, нужно было, помимо прочего, совершить обрезание. И вот апостол говорит, что Тита, Эллина, они не принуждали обрезаться и не считали это обязательным. Вкравшимся уже братьям, то есть, людям, которые пытались навязать христианам обязательное соблюдение ветхозаветного закона. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина богоествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив, увидев, что мне вверено боговестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал мне у язычников, и узнав о богодати, данной мне, и Аков, и Кефа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что ей старался исполнять в точности. Обрезанные — это иудеи, необрезанные, соответственно, язычники, и апостолы сошлись на том, что Петр является главой, наиболее важным человеком в служении, в проповеди обрезанным, то есть иудеем, он богоествует Христа иудеем, а Павел, соответственно, язычником. И они согласились на том, что они проповедуют одно и то же Евангелие, они подали руку общения и действуют теперь в полном согласии. То есть там, где, очевидно, уже учителя, которые смущали Гаватов, они пытались сделать вид, что апостол Павел не принадлежит группе 12, он вообще тут чужой, слушать его не стоит. И апостол говорит, нет, я общался с апостолами, с Иаковом Кефа, то есть Петром и Иоанном, и мы с ними пребываем в полном согласии, мы принадлежим к одной и той же церкви. Далее апостол разъясняет спор, который у него возник в Антиохии. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? То есть в чем суть разногласия? До прибытия некоторых от Иакова, он ел вместе с язычниками, в ранние христианские общины входят как иудеи, так и язычники. И они вместе совершают хевхаристию, они вместе молятся, и они вместе едят, они разделяют совместные братские трапезы. Для ревностного законника иудея это страшный скандал, потому что есть с язычниками, это страшное осквернение. Ну, если язычник сделался иудеем, если он принял обрезание, если он соблюдает закон, то все хорошо, никаких проблем. Но это язычник, который не обрезан, который не соблюдает закон, который не стал иудеем и не собирается им становиться, есть с ним вместе, это страшное нарушение обрядового закона. Ветхозаветный закон это предписывал, потому что одной из целей этого закона было предотвратить смешение иудеев с другими народами. Народ должен был выжить, как носитель истинного богопочитания. А там, где совместные трапезы, там и совместные молитвы, люди призывают своих божеств, и это ведет к отступничеству, и поэтому закон запрещал совместные трапезы с язычниками. И существовало огромное количество пищевых предписаний, одной из целей которых было как раз предотвратить вот это общение с язычниками. И для иудея психологически, ну это было как какое-то страшное безобразие, страшное осквернение, сидеть есть за одним столом с язычниками, страшное нарушение ветхозаветного закона. И апостол Павел говорит, что это время прошло, теперь Евангелие возвещается всем народам без исключения, нет никакого смысла держаться за эти ветхозаветные восстановления, более того, теперь они просто мешают христианскому боговестию, они создают абсолютно лишнюю, абсолютно ненужную преграду, которую пришлось бы преодолевать христианам из язычников. И Петр какое-то время, очевидно, принимал точку зрения Павла и спокойно съел вместе с язычниками. Но потом пришли некоторые атаку, и он побоялся конфликта и стал уклоняться от общения с их языческими мратьями в христе, то есть языческого происхождения. И апостол Павел резко выступил против Петра и сказал ему, что так не должно поступать. И мы видим здесь такое событие, как разногласие между апостолами. И кого-то это может смутить, напугать. На самом деле тут абсолютно нечему смущаться или пугаться, потому что Господь созидает церковь из живых людей, и мы знаем, что в истории церкви были разногласия между святыми. И это нормально. Нас не должно это пугать, нас не должно это смущать. У каждого из святых и у каждого из апостолов свои уникальные дары от Бога. И мы видим, что Петр здесь поступает с точки зрения Павла неправильно, но потом мы видим, как, очевидно, Петр принимает точку зрения апостола и принимает то, как апостол его поправляет. Далее апостол говорит, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ему веровали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Здесь апостол делает очень такое важное, очень ключевое догматическое утверждение. Как оправдывается человек перед Богом? Как мне обрести оправдание перед Богом? Вот есть Божий суд. Это несомненно. Совесть говорит каждому человеку, что какие-то наши поступки достойны одобрения, а какие-то, наоборот, достойны осуждения. Мы не можем это спрятаться. Когда мы придем на суд, ни один человек не сможет сказать, «Я не знал». Мы все знаем. У нас у всех есть совесть, которая говорит нам, что мы ответственны за наши поступки. И существует вопрос, как нам оправдаться перед Богом. И для иудеев, кажется, ответ был очевиден. Ну как, законом. Вот нам Бог даровал закон на Синае. У нас есть 10 заповедей, и мы должны соблюдать закон. Написано, вот я предлагаю вам сегодня богословение и проклятие. Богословение, если вы послушаете заповеди Господа, Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа, Бога вашего, который я заповедую вам сегодня, пойдете вслед других богов, которых вы не знаете. То есть человек оправдывается тем, что он соблюдает божьи заповеди. Это кажется достаточно очевидно. И закон, так сказать, в целом, который включал в себя как обрядовую, так и нравственную составляющую. И апостол начинается с того, что мы по природе иудеи. И Павел, и Петр, они являются наследниками закона. Они большую часть своей жизни жили под сенью закона. Они не эти бедные несчастные язычники, которые погрязли там во всяческих безобразиях и сквернах. Нет, они иудеи. Они живут под сенью закона. Закон у них есть. Но мы узнаем, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа. Почему человек не оправдывается делами закона? Потому что человек грешник. Теоретически человек мог бы оправдаться делами закона. То есть обетование, что если вы исполните закон, вы унаследуете Божие богословение, оно совершенно истинно. Оно совершенно верно. Если бы вы исполняли закон, вы были бы оправданы перед Богом. Но проблема в том, что вы его не исполняете. Проблема в том, что закон указывает вам на то, что вы согрешили. Закон просто демонстрирует вам факт вашего провала. Вы не можете спастись законом. Человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа. Человек оправдывается веру в Иисуса Христа не делами закона. И для апостола Павла в этом ключевая часть его послания. Человек не может оправдаться перед Богом личными усилиями. Это невозможно. Мы все грешники. Мы все полностью провалились. Но мы можем принять оправдание даром во Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Ни один человек не может быть оправдан делами закона. Конечно, ближайший контекст указывает на то, что речь идет об иудейском законе. Но закон для Павла более широкое понятие. Это нравственный закон вообще. Это те наши усилия, которые мы предпринимаем для того, чтобы угодить Богу. И апостол говорит, невозможно оправдаться перед Богом этими личными усилиями. Это звучит довольно неожиданно не только для иудеев, но и для обычного такого среднего человека. Потому что если вы спросите у среднего человека на улице, а как мне оправдаться перед Богом, он скажет, ну как, ну делами, а как же еще вообще? А что еще может быть? Как стараться себя вести хорошо, творить добрые дела, выражать почтение к Богу, посещая богослужение, может, ты в итоге наберешь проходной бал. И реальность такова, что на самом деле никто из нас не набирает проходного балла. Мы все провалились. Делами закона не оправдается никакая плоть. Вот представьте себе, что какой-то миллионер решил поощрять в людях честность. И он даст миллион, ну пускай евро, человеку, который ни разу в жизни не солгал. И нужно написать заявку, что вот я ни разу в жизни не угал, давайте мне мой миллион. А он со своей стороны наймет детективов, которые проведут расследование и выяснят, точно ли не угал, там не было никаких подчисток в дневнике за третий класс, не было ли попыток пройти по чужому студенческому билету, не притворялся ли это когда больным, чтобы не исполнять своих обязанностей, вот не было ли каких-то случаев обмана. Ну, я понимаю, что мне, наверное, нет смысла подавать заявку на миллион евро, потому что очень скоро выяснится, что я не отвечаю этим критериям, я в жизни врал. Было дело. И это ясно даже для любого человеческого расследования. Для Бога, который видит все, понятно, что я согрешу. И все мы согрешили. И понятно, что с точки зрения закона мы не являемся наследниками богословения, мы являемся наследниками проклятия, потому что мы виновны, мы согрешили, закон нам это показывает. И невозможно с этим ничего сделать с нашей стороны. Мы полностью провалились. Но апостол говорит, что мы приобретаем оправдание не нашей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. Если я верю в Иисуса Христа, то мои грехи покрыты его крестной жертвой. А я оправдан ради его праведности. И вот далее говорит апостол, если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Мы уверовали в это послание. Мы уверовали, что мы обретаем оправдание во Иисусе Христе. И если Иисус Христос нас оправдывает, то закон теряет свое значение как средство оправдания. Мы не пытаемся больше оправдываться законом. И тогда получается, что Христос привел нас к тому, что мы не ищем оправдания уже в законе ветхозаветном. И если это плохо, если это неправильно, то тогда получается, что Христос есть служитель греха. Он говорит, что эта мысль абсурдна. И если я снова созидаю, что разрушил, сам себя делаю преступником. То есть, если я возвещаю, что Христос искупил нас от клятвы закона, а потом опять пытаюсь соблюсти закон, я отрицаю свои собственные слова. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в оплоте, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Апостол говорит, что законом я умер для закона. Закон приговаривал меня к смерти за мои грехи. И я умер этой смертью по закону, каким образом? Я сраспялся Христу. То есть, смерть Христа через веру, через крещение стала моей смертью. Когда Христос умер на кресте, Он умер для всех и за всех нас. В крещении мы соединяемся с этой смертью, мы делаемся с распятыми со Христом, умершими вместе с Ним, так, что эта его смерть освобождает нас от осуждения закона. Мы все умерли, когда Христос умер на кресте. Вот как закон преследует человека, возьмем наш обычный уголовный закон, человек преступник, закон его преследует, но когда этот человек умер, дело закрыто за смертью обвиняемого. И то же самое происходит с нашей смертью в Иисусе Христе. Закон налагает на нас требования. Вот тебе заповеди, ты должен их соблюдать, если ты их не соблюдаешь, ты осужден. Я не соблюдаю заповеди, я осужден. Я должен умереть. И эта смерть совершается, когда Иисус Христос умер за меня на кресте. И апостол поэтому говорит, я умер для закона, чтобы жить для Бога. Когда Христос умер на кресте, он освободил меня от притязания этого закона. Я умер со Христом, я уже мертвый, что вы ко мне можете предъявить. Все, дело закрыто. Я сраспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть Христос Святым Духом пребывает в апостоле, пребывает вообще в христианах и действует через них. А что ныне живу в апоте, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Очень важный этот момент, что апостол обращает внимание на то, что Сын Божий умер не за абстрактное человечество. Можно совершенно верно сказать, что он умер за всех, но за всех не как в абстракте, не зависит, вот абстрактный какой-то народ, а конкретно лично за меня. И даже не за церковь, вот такую как абстрактное понятие, а умер лично за меня, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Апостол говорит, что Христос умер лично за него, и следовательно, вот лично за каждого из нас. Лично каждого из нас Христос возлюбил и умер за каждого из нас. Не отвергаю богодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Говорит, я не отвергаю этой Божьей милости, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. И вот это очень важная фраза. Если бы мы могли оправдаться перед Богом тем, что мы соблюдаем закон, Христу было бы незачем умирать. Логика тут достаточно прозрачна. Вот у нас уже есть, у иудеев уже есть Ветхозаветный закон. Если бы его можно было бы соблюсти и этим оправдаться перед Богом, этим достигнут спасения, ну и спасались бы все соблюдением закона. А зачем еще был бы и Христос? Христос оказывается просто излишним. Но это относится не только к Ветхозаветному закону, но это относится ко всем человеческим попыткам приобрести себе вечное спасение какими-то своими личными усилиями, личными достижениями. Когда человек думает, что я человек хороший, я же не убил никого, и благодаря этой моей хорошести я надеюсь попасть на небеса, я надеюсь, что Бог меня примет, потому что я, в общем и целом, хороший. И апостол говорит, если бы это было так, Христу не нужно было бы умирать. Если бы можно было спастись личной праведностью, то крестная жертва Христа была бы просто совершенно излишней. И это также провозглашение уникальности Христа как пути спасения. В Евангелии от Иоанна Христос говорит, я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Сейчас есть популярный взгляд на вещи, что все религии являются путями к спасению. Все они ведут к одному Богу и так далее. Апостол говорит, нет, потому что если бы были разные пути к Богу, то крестная жертва Христа была бы излишна. Но есть и так куча путей, которыми можно спастись. Зачем еще и Христу умирать на кресте? Вот и ходили бы все этими путями. И апостол говорит, если можно спастись личными усилиями, если можно спастись какими-то своими личными достижаниями в соблюдении закона, то Христос напрасно умер, его смерть была бы лишней. И если все-таки мы принимаем, что его смерть не лишняя, это центральное событие истории нашего спасения, мы тем самым признаем, что с законом у нас не вышло, что с законом мы провалились, что у нас нет никакой надежды оправдаться нашими личными достижениями и личными усилиями. Тут бессмысленно что-то комбинировать, бессмысленно говорить, что Христос умер за мои грехи, да и я тоже оказался неплох. Представьте себе, что вы узнали обо мне, что меня обвинили в тяжком злодеянии и должны посадить в тюрьму на оставшуюся жизнь. И потом вы меня встречаете, я сижу в кафе, весь веселый и довольный, вы спрашиваете, как же ты спасся? А я говорю, ну тут два фактора сыграли свою роль. Во-первых, суд пришел к выводу, что я, в общем-то, хороший человек, и меня можно отпустить. А во-вторых, мое место осужденного занял невиновный. Вы скажете, ну это же абсурд. Если суд пришел к выводу, что ты хороший человек сам по себе, зачем же невиновному еще брать на себя твое осуждение? Чтобы взять на себя твое осуждение, нужно, чтобы ты был осужден. И поэтому попытки оправдаться делами закона и оправдания в Иисусе Христе они друг друга исключают. Если я полагаюсь на Иисуса Христа, который умер за мои грехи и воскрес из мертвых, я тем самым отказываюсь полагаться на мои личные усилия в соблюдении закона. И поэтому апостол Павел так решительно выступает против попытки навязать христианам соблюдение закона. Потому что если вы пытаетесь оправдываться законом, то вы уже не имеете надежды на Христа. Это была беседа о второй главе послания святого апостола Павла к Галатам. Ее представляет библейский портал Exeget.ru. Продолжение следует...